Глава Иерусалимской Православной Церкви возглавил служение Божественной Литургии в Русском Свято-Троицком Соборе Духовной Столицы Христианского Мира. Его блаженству сослужили архиепископ Константинский Аристарх, архиепископ Севастийский Феодосий, архиепископ Мадабский Ареставул, начальник русской духовной миссии в Иерусалиме, архимандрит Александр Елисов, члены и клирики миссии, духовенство из пределов Русской Православной Церкви за границей и Румынской Православной Церкви, паломники из России и Украины в священном сане. Праздник, именуемый Духовым Днем, является собой память о таком важном событии, как сошествие Святого Духа на апостолов. Святой Дух – третье лицо и постась Святой Троицы, истинный Бог, единосущный и равнославный Отцу и Сыну. В день его прославления в Свято-Троицкий Собор, центр духовной жизни русской Палестины, приехал патриарх Иерусалимский Феофил. Божественные действия в человеке часто именуются благодатью Святого Духа, поскольку Святой Дух непостижимо вселяется в человека, обитает и пребывает в нем. Обогащает человека духовными дарами, Бог, Дух Святой, украшает его и многообразными добродетелями, делает личность по слову Писанию, древом добрым, творящим и плоды добрые. Богослужение в этот день совершалось на русском, греческом и арабском языках. Благодать Святого Духа, составляющего таинственное тело Христова, то есть единую, святую, соборную и апостольскую православную нашу Церковь, собрала всех нас, чтобы мы с благодарением и словословием почтили этого Всесвятого и Животворящего и Всемогущего Духа, одну из ипостасей Бога Троицы, единочестного и единосущного и единославного Отцу и Сыну. Сегодня, 146-й раз со времени основания этого русского Троицкого Савдора в ограде Иерусалиме, мы вместе празднуем День Святой Троицы. Сына, это ведь, и готово, и готово, и мы с этим несли, и мы сразу же не вернулись, и остались. И на протяжении всего этого времени именно наше братское общение и сослужение с предстоятелем Иерусалимской Православной Церкви являло истинное единство в вере и в Духе Святом. В завершении крестный ход с образом Святой Троицы из собора проследовал к зданию русской духовной миссии, где был организован праздничный прием. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова